Что такое СТУ? То, что чуть-чуть изменилось все-таки в этом году у нас СТУ, часть СТУ ушла в части обеспечения пожарной безопасности, но она не ушла в полном виде, но сейчас поясню с чем. Первый вид – это технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента безопасности зданий и сооружений. Следующие – технические требования к промышленной безопасности опасных производственных объектов капитального строительства, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента. И технические требования к сейсмической безопасности, где осуществляется строительство на площадках с сейсмичностью более 9 баллов. Что касается специальных технических условий в области обеспечения пожарной безопасности, здесь позиция Министерства строительства такова, что если идут пересечения с общестроительными вопросами, то такие СТУ должны быть согласованы и с Министерством строительства. Соответственно, этот вид СТУ как таковой остался. Хотя, с одной стороны, это противоречивые, на сегодняшний день очень подвижные требования в самом Министерстве строительства. Давайте попробуем разобраться, когда необходима СТУ. СТУ разрабатывается в трех случаях. Если требуется отступление от требований, здесь обращаю внимание, требования обязательного применения по техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений. Следующее требование, когда недостаточно установленных требований, требований нормативно-технических документов, необязательного применения, добровольного применения в этом русле, либо такие требования просто не установлены. Хотел бы, прежде чем к примеру перейти, к примерам, может быть какие-то у вас примеры будут, можно их будет обсудить, описать уже какие типовые ошибки при разработке согласования СТУ происходит. Я их делю на три составляющие. Правовые ошибки, технические ошибки и ошибки чистого оформления. Правовые ошибки – это отступление от требований законодательства РФ. Да, у нас предусматривают отступление через СТУ, пытаются провести отступление, к примеру, от технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Например, не выполнять расчет на аварийные воздействия для объектов повышенного уровня ответственности. Следующий тип – это отступление от требований документов, включенных в перечень, применяемых на добровольной основе. Также необходимость отступления от требований, не относящихся к сфере применения 384-го федерального закона. Например, технологические решения иногда проводят. Иногда проводят вопросы в части тех же технологий, которые не относятся к сфере 384-го ФСЗ, которая не влияет на обеспечение безопасности объекта. Также есть формальная правовая ошибка – это ссылки на недействующие нормативы. Здесь также, вернувшись назад, правовые ошибки, хотел бы обратить внимание, сегодня переходный период у нас между двумя перечнями – 15.21 и 9.85. На сегодняшний день четкого требования, по какому перечню вы идете при согласовании, при разработке, его нет. То есть у нас идет переходный период, у нас проектирование, еще часть заданий на проектирование, исходно-решительная документация оформлена по 15.21, то есть мы уже уйти обратно не можем. И в любом случае министерство смотрит на соблюдение требований 15.21. Но буквально в ближайшее время эти вопросы перейдут на 9.85. Почему акцентирую внимание, потому что очень разительная, большая разница между этими перечнями. Технические требования, технические ошибки. Необоснованная необходимость разработки СТУ. Вроде бы пишут что-то, а о чем, почему, с чем вызвана эта необходимость, ее нет просто. То есть иногда бывают моменты, когда у нас предмета разработки СТУ нет. То есть написали, что хотели, хотя могли, не хотя могли, а что решается вопросами просто обычного проектирования. Также используют специальные технические условия, как инструмент в целях ухода от подтверждения пригодности новых материалов. Все же это требование, требование не нормативно-техническое, а больше законодательное требование. То есть это требование, выходящее за рамки нормативно-технических документов. В СТУ включают положения, содержащиеся в стандартах и сводах правил. То есть дублируют то, что уже установлено. К сожалению, такие предпосылки есть. Технические требования в СТУ не конкретизированы и не обеспечивают возможность их контроля. Требования к определению на стадии рабочей документации, расчетных значений ветровых, снеговых нагрузок и разработки рекомендаций по их назначению. То есть у нас идет здесь в лоб отступление от федерального закона технического регламента безопасности зданий и служений, который говорит, что у нас проектная документация является основным документом, подтверждающим обеспеченность безопасности. Следующий слайд. В качестве примера хотел бы рассказать вам такой интересный прецедент, который прецедент вообще у нас в стране, когда несколько корректируют положение климатических нагрузок. Я не говорю про то, что по рекомендациям, по математическому моделированию, там что-то. Это о другом идет. В качестве примера предлагаю рассмотреть конкретный пример. Борно-метологический комбинат, размещаемый на высоте над уровнем моря более полутора тысяч метров. Анализируя нормативную базу нашу, мы выявляем недостаточность установленных требований. В частности, это СП-20, но и также анализируемый СП-20-й 2011 года и актуализацию 2016 года. У нас установленных значений веса снежного покрова для этой местности нет. С другой стороны, мы можем воспользоваться результатами инженерно-гидрометеологических исследований. Да, позволяет норма нам это сделать. Но здесь есть но. Анализ показывает, что в пунктах с высотой над уровнем моря более полутора тысячи метров в местах со сложным рельефом и иных случаях вес снежного покрова допускается определить на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. То есть, да, допускается, механизм нам позволяет это сделать. И при этом ряд исследований у нас должен быть 25 лет. То есть, наблюдения этой метеостанции должны быть на протяжении 25 лет. Согласно СП20-2011 года, площадка строительства относится к горным малоизученным районам. Между тем, введен в действие актуализация СП20-2016 года, сейчас которая и легла у нас в 985-е постановление. И для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, в местах со сложным изменением рельефа и высоты в других подобных случаях, нормативное значение веса снежного покрова необходимо корректировать на основе данных Росгидромета. Тоже актуализированная версия предполагает точно такой же механизм решения подобной проблемы. Но здесь есть но. Они вводят высотный коэффициент и уже ряд дают 50 лет. Вот для данного объекта мы не попадали ни по первому в ряд обеспеченности, ни по второму требованию. И мало того, у нас рядом расположенных метеостанций не было. Пропущу то, что я уже проговорил. Возникает масса вопросов, что строительство объекта не производить, как-то проектировать, как учитывать нагрузки. И в данном случае нам дан механизм регулирования вот этого ликвидирования недостаточности нормативно-технических документов. И пришел вот этот механизм, технический механизм разработки и согласования установленного порядка специальных технических условий. Здесь исходили из чего? Что устанавливаются дополнительные требования на результате исследований Росгидромета. В данном случае были произведены ряд исследований органа Росгидромета, именно того органа, который нам позволяет наш технический регулятор использовать. Были разработаны соответствующие исследования в части накопления воды в снеге, в части снегообразования высоты и так далее. И разработанный проект СТУ прошел и согласование в Министерстве строительства, был принят и главгосэкспертизой и успешно реализован. На этом я хотел закончить.